Доброе утро! О событиях в крае и его столице в материалах корреспондентов программы «Наши новости». В студии Василий Морозов и Евгения Даровская. Здравствуйте! Неонатологи из Литвы с сегодняшнего дня приступают к работе в Алтайском крае. Они будут обучать врачей и медицинских сестер. На Алтай приедут директоры отделения неонатальной интенсивной терапии детской больницы Вильнюса Аруна Слюбшиц и преподаватель Вильнюсского университета Дангут и Маурит Сайфель. В течение пяти дней на выездных лекциях и семинарах они будут рассказывать о технологиях выхаживания недоношенных детей и лечения больных новорожденных. Литовские неонатологи сегодня считаются одними из лучших. Их пригласили специально, чтобы подготовить специалистов для нового краевого перинатального центра, который строится в Нагорной части Барнаула. 100 миллионов рублей федеральных субсидий получит Алтайский край на покупку отечественной сельхозтехники. Изначально лимит господдержки для обновления технопарка был заявлен в объеме 53 миллионов рублей. Как сообщает официальный сайт Краевого управления сельского хозяйства, за первое полугодие наш регион единственный из всех полностью использовал ресурсы. Сельхозтоваропроизводители приобрели 80 единиц техники со скидкой в 15%. Поэтому алтайские власти обратились в ГИН Сельхоз России с просьбой увеличить лимиты поддержки. На что делать ставку в развитии северо-западной зоны Края? Это в первую очередь города Камень-на-Абис, Лавгород, Яровое и еще 17 районов Края. В рамках регионального экономического совета прошла презентация программы развития северо-западной зоны до 2025 года. В документе обозначены направления развития и определены потенциальные точки роста, которые по замыслу разработчиков должны вывести на новый уровень экономику и качество жизни в городах и селах. Одним из самых перспективных направлений назван агропромышленный комплекс, а также туризм. Предполагается создание еще одной курортной зоны на Соленых озерах. Во время наводнения на Алтае пострадали не только жилые дома, школы и больницы, но и суды. Эта информация прозвучала на недавнем совещании по итогам работы Краевой судебной системы за первое полугодие. Стихии повреждены здания Черышского, Быстроистокского и Солонешинского районных судов. На их восстановление потребуется без малого 14 миллионов 164 тысячи рублей. Краевой суд уже запросил на это дополнительные бюджетные средства. Кстати, в том числе на совещании было отмечено, что от небывалого паводка пострадали 35 работников органов правосудия. И каждому уже выплачена материальная помощь в размере фонда оплаты труда. Месторождение золота за 3 миллиона долларов продают в Республике Алтай. Объявление размещено в интернете. Как говорится в сообщении, это готовый бизнес. Компания имеет лицензию на добычу. Канадское оборудование для промывки песка. Проведены все работы по геологии. Содержание золота на участке земли до 19 граммов на кубический метр. Как отмечают в объявлении, причина продажи – отсутствие у компании оборотных средств. В Бийске увековечили память единственной в Алтайском крае женщины-танкистке Нины Ширяевой. На доме, где она жила, установлена мемориальная доска с именем героини. Перед началом Великой Отечественной войны юная Нина успела закончить летные курсы в Бийском аэроклубе. Добровольцем ушла на фронт и служила в части Московской противовоздушной обороны. Затем было тяжелое ранение, госпиталь и заключение врачей о полной непригодности к авиации. Но она не сдалась. Сменила воздушные войска на наземные и стала командиром танка Т-34. Среди наград Нины Ширяевой, Орден Красного Знамени, Отечественной войны, 1-й и 2-й степени, медаль за победу над Германией. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали дети Нины Ильичны. Первый ее танк под ее командой ворвался на Дуклинский привал. Единственная женщина, танкист, командир танка и ворвалась в позиции немцев. Они, конечно, были ошарашены. За это был удостоен ее памятник поставили, танк, вернее, с номером машины, на котором она воевала. И он очень долго там стоял. Фотографии особых детей могут увидеть в Барнаульсиной экспозиции, которая работает в галерее современного искусства «Проспект». Эта выставка стала своего рода итогом фотоконкурса, который прошел в рамках социального проекта «Принимайте нас равными». Его участники запечатлены на фотографиях разные моменты жизни детей с ограниченными возможностями. Герои этих работ не выбирали, какими родиться, но сделали выбор, как прожить свою жизнь. Они не закрылись от мира, как отмечают фотохудожники, а обрели интересы и верных друзей. Именно это жизненное правило постарались отразить в своих работах барнаульские фотографы. В преддверии дня рождения Краевой столицы мы решили рассказать вам несколько любопытных, а в некоторых случаях забавных и даже трагических фактов из жизни Барнаула. Идею нам подсказали и публикации агентства полиции БРУ. Одну из них нам поведал редактор этого информационного сайта Дмитрий Негреев. Предлагаем вместе с ним совершить небольшую экскурсию по центру Краевой столицы, узнаем, что располагалось в здании Краевого суда и почему памятник Ленину называют барнаульским тореадором. Просто в одном из английских путеводителей его назвали Лениным тореадором по, наверное, понятной причине, что там сзади такая у него драпировка, если вы посмотрите, в виде плаща, который чем-то напоминает плащ тореадора. Вообще этот памятник копия памятника Сергея Меркурова, который долгое время стоял в Москве, в Большом Кремлевском дворце. Потом, после 1991 года, его оттуда демонтировали. А памятник в Барнауле поставили в 1937 году, к 20-летней годовщине Октябрьской революции. И вообще вот эта часть города, она застраивалась в конце 30-х годов. Вот поставили этот памятник. В это же время уже, наверное, построили вот это здание, в котором сейчас Краевой суд. А раньше это было здание Крайкома КПСС, ну тогда ВКПБ. Вот я читал воспоминания современников, из которых следует, что это здание изначально строили не для Крайкома, а строили его для управления НКВД. А когда в 1937 году было принято решение о том, что из Западносибирского края выделяется отдельно Алтайский край, то якобы по распоряжению Сталина это здание у ученистов забрали и передали его Крайкому ВКПБ. Ну, на самом деле, скорее всего, это правдивая история, потому что вот дом, который напротив мы видим, этот дом, это жилой дом, его построили тоже где-то в 1937 году, и он был построен для сотрудников НКВД. И вот если вы обратите внимание, вот там вот над аркой наверху есть чекистский герб. В 1941 году построили гостиницу Алтай. Здание, как мы понимаем, уже очень и очень старое. Вот в том крыле ее, которое по Анатолия был на первом этаже ресторан Алтай. Вот тут был гастроном, вот там, где аптека, там был кулинарный магазин, а со стороны интернациональной в том же доме был овощной магазин, в котором иногда раза два, три, четыре в год продавали апельсины. О спорте. Кто заставил Сергея Шубенкова выпить после триумфа на чемпионате континента? Зачем бийских детей учат стрелять в друг друга? Что значит фраза «labas raitas», выучить которую обязали всех игроков Алтай-баскета? Маруся Загорская изучила самые высокие, быстрые и сильные новости и готова поделиться ими прямо сейчас. Не все барнаульцы потратили минувшую ночь на сон. Сергей Шубенков, выдающийся легкоатлет, а по совместительству наш земляк, к примеру, выиграл золото чемпионата Европы. В Цюрихе Шуба, как его называют фанаты, бежал и прыгал, бежал и прыгал и снова бежал, быстрее своего визави лидера сезона Паскаля Мартина Лагарда из Франции. Коронную дистанцию в 110 метров барьерист преодолел за 13,18 секунды. Отбившись от журналистов и поклонников, новоявленный чемпион отправился пить безалкогольное пиво. Неудовольствие ради, дело для. Шубенкову обязали сдать дополнительные пробы на допинг, а пиво спортсмену выдали в лаборатории, чтобы, что называется, ускорить процесс. На неприятную процедуру Сергей пожаловался в собственном твиттере. На сборах алтайские баскетболисты смогут отработать не только технику броска и приема мяча, но и дикцию. Посудите сами, предсезонную подготовку Алтайбаскет проведет в ритовском городе Друскиненкой. Первой скрипкой в обновленной команде станет Лина Сликавичус, который каждое утро будет желать своим партнерам Лабас Райтас, то есть Доброе утро. Первую половину межсезонья алтайские баскетболисты посвятят общей физической подготовке и отработке тактических схем. Во второй половине сборов Алтайбаскет примет участие в двух международных турнирах. Можно сказать, за этим и ехали в Латвию, баскетбольную мекку Европы. Сидеть в укрытии тихо, атаковать неожиданно. Бийские подростки осваивают искусство войны. Две команды, общая линия фронта, автоматные очереди и ни одного раненого. Мальчишки играют в лазертак. В полубое, конечно, можно оступиться и разбить колено, но от выстрела вреда точно не будет. Оружие, которое выглядит как боевое, стреляет лучами. Эти самые лучи улавливает прибор, надетый на жертве. И если снайпер попал в цель, убитый чувствует легкую вибрацию. Организаторы уверены, такая войнушка должна вернуть детям любовь к дворовым играм и отвлечь их от компьютерных стрелялок, помимо тренировок. На ловкость и силу подростки учатся мыслить стратегически. Лучше, чтобы захват флага, лучше, чтобы твой флаг охраняли с двух сторон и какой-нибудь один человек бежал к флагу соперников. Маруся Загорска, Мария Минаева, Андрей Сегаев. Наши новости. Ну что ж, у нас к этому утреннему часу все новости. Впереди еще прогноз погоды. Напоминаем, телефон редакции 659-129. Хорошего дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова